Здравствуйте! В эфире программа «Народный контроль» и я ее ведущий Сергей Гергель. В это воскресенье мы будем отмечать 25 лет со дня принятия действующей Конституции Республики Казахстан. 30 августа 1995 года на всенародном референдуме был принят главный закон страны. Но это событие было не одномоментным. Проект будущей Конституции обсудили больше трех миллионов казахстанцев. Было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. И сегодня мы будем говорить о Конституции и ее роли в становлении независимого Казахстана. Гость нашей программы, государственный и общественный деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан и журналист Ирак Еликиев. Добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. Ирак Казахстан, перед тем, как мы начнем нашу дискуссию по поводу Конституции, такая небольшая у нас с вами будет отвлечение немножко от темы. Вот государственный праздник, то есть выходной день, вы как считаете, как его нужно правильно отмечать? Я в целом-то согласен, что этот государственный праздник, но нужно отмечать уже не в таком порядке, как вы предлагаете. Я еще пока ничего не предлагаю. Ну я думаю, что я предполагаю, что за столом где-то там, нет, я думаю, чтобы, мне бы хотелось, чтобы каждый гражданин каждый день, по всей дне изучал, посмотрел нашу Конституцию. Это было большим праздником. То есть знакомился с правами, обязанностями. Это мы чувствуем, что немногие знают Конституцию нашей страны. Ну да, кстати, мы об этом еще поговорим. Но вот я перед тем, как мы продолжим нашу беседу, предлагаю посмотреть короткий сюжет. То есть не только для вас, а для наших телезрителей, в большей части, чтобы ознакомились, как все-таки остановление нашей Конституции в Казахстане. Давайте посмотрим. Главный закон страны, по которому живет Казахстан, сегодня был принят на всенародном референдуме в 1995 году. В документе прописаны права, обязанности и свобода граждан, а также определение государственной власти и отношения с народом. За все это время в основной закон страны дважды вносились изменения и поправки. Так, в 2007 году была закреплена новая форма государственного правления – президентско-парламентская. В марте 2017 года был подписан закон, согласно которому ряд полномочий президента делегируется другим ветвям власти. Все это сыграло свою роль в демократизации Казахстана. Перед 1995 годом у нас была еще одна Конституция, уже при независимом Казахстане. Это была четвертая по счету всего Казахской ССР, если считать три в Казахской ССР. Четвертая была в 1993 году. Ее принимали в условиях ажиотажа, кризиса. Понятно, что страна находилась в не лучших условиях, как в принципе все пространство СНГ. На тот момент, уже два года, как был суверенным государством, Казахстан суверенным, все это время шла разработка документа. Расскажите немножко об этом, как это все происходило. Знаете, глава государства, Нурстан Абвич Назарбаев, лично сам говорил перед депутатами, что прежде чем принимать в Конституцию основную наш закону 1995 года, он лично просмотрел с карандашом в руке. Нет, мы сейчас говорим про 1993 год. 1993 год, да? Ну, в то время, конечно, если вы помните, время какое было, тяжелое время было, экономика, можно сказать, у нас в худшее положение. Не было освещения даже в то время. Можно сказать, что экономики в принципе-то и не было. Да, не было, можно сказать, да. Нас, Российская Федерация, выгналась с рублевой зоны. Нам надо было каким-то образом встать на ноги. В этих условиях еще написать Конституцию, что ожидать. Мы же одним из последних приобрели независимость. У нас какая-то теплилась надежда, что все-таки мы, наверное, когда-то будем еще вместе. Понимаешь? В этих условиях нам было не так просто было. Но вместе с тем, конечно, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, это герои своего времени. Они много сделали для того, чтобы заниматься разработкой данной Конституции. В этой Конституции есть и многое. Нельзя отметать то, что хорошее. Мы впервые в международное сообщество вошли. Такое понятие появилось – казахстанский народ. До этого никто не знал казахский народ, я вам скажу. Мы не были представлены в организации объединенных наций. О нашем существовании мало кто знал в мире. В этих условиях надо было быстрее принимать Конституцию нашей страны. Поэтому эта Конституция, конечно, она… В то время депутаты все же были о рыночных условиях, разговора даже не было. В этих условиях надо было написать, срочно надо было написать Конституцию. А писали с нуля или… С нуля писали. Или на чем-то основывались? Нет, в основном это Конституция Российской Федерации, Советского Союза. Совет, то есть за основу было. Да, это Верховный Совет. Вот это понятие, все это еще было. Поэтому мы шли по той дороге, которая у нас ранее как была, поэтому мы шли. Не было речи о рыночных условиях, не было. Социальная система, и поэтому Конституция отвечала тому времени, тем условиям. В этих условиях, конечно, и много было недостатков. Но вместе с тем я должен сказать, что вот такие разделения, ветви власти, такого вообще понятия не было. То есть, а там уже были прописаны. Да, там были, все были одинаково в этих условиях. Я просто вспоминаю, Сергей, для вас может быть новость. Мы были все одеты в серых одеждах, и Конституция наша была такая серая. Если так можно привести такую аналогию. То есть, поэтому через два года мы принимаем новую Конституцию, более уже продуманную, более усовершенствованную. Здесь я должен был сказать, что вот недостатки той Конституции в чем? Вот самый большой недостаток Конституции была эта единая нация, которая проживает в Казахстане. В смысле? Казахская нация. Язык этой нации преобладала. И это в какой-то степени проживающая в то время Казахстан многих оттолкнуло. В то время это, конечно, негативно отразилось на нашей государственности. Это про Конституцию 93-го года. 93-го года. Сегодня, конечно, многие наши жители Казахстана, они говорят, что и казахский язык должен быть родным. Естественно, и язык международного общения существует сегодня. Поэтому многие сегодня говорят, что мы от этого ничего не потеряли. Мы не потеряли. Но мы в то время, в период Советского Союза, когда еще был Советский Союз, мы, конечно, язык свой утратили. Сегодня мы это немножко в какой-то степени... Нельзя говорить, что мы достигли какого-то определенного. Но есть проблемы. Но вместе с тем, с преобладением независимости, эти проблемы у нас намного лучше стало. В 95-м году что исправили в Конституции? 95-го года, во-первых, Конституция наша страна... То есть такое бурное обсуждение было? 3 миллиона человек? 3 миллиона человек, да. Впервые... 30 тысяч предложений было. ...референдума. Впервые. Эти все предложения изучались. Я в то время работал начальником управления участия от Гурифской области, да, от Травской области, сегодня от Травской области. И возлагалось на Министерстве юстиции разъяснение каждой статьи, чтобы было доступно каждому граждану нашей страны. Как вы это делали? Вы можете поверить или нет, с участием прокурора, начальника управления юстиции, председательного области суда, вся юридическая общественность области, скажем, человек 70-80, мы выезжали в регионы. И в каждом трудовом коллективе мы проводили разъяснение, что эта конституция нам даст, какие есть положительные черты этой конституции. Мы в той конституции, мы прописываем, например, скажем, право на труд. Государство должно обеспечивать каждого человека 93-го года конституции. А мы видим в рыночных условиях, это невозможно обеспечить. Вот это надо донести каждому человеку, понимаете? Или, скажем, право на жилище. В конституции 93-го года это было прописано, это декларированная статья. Но надо же сказать, в рыночных условиях надо приобретать. Но мы, скажем, государство берет, неоднократно глава государства говорила. Государство будет обеспечить людей, кто нуждается, иметь в виду, инвалиды, больные. Этим государство должно обеспечить. Но у тебя есть рука, нога, ты, пожалуйста, обеспечишь семью жильем. Хочешь, государство построит. Вот это вам приходилось все объяснять. А как это происходило? То есть вы собирали какой-то зал, аудиторию, по домам ходили. В то время это заинтересованность самих людей была. Они сами были заинтересованы. Но как это происходило? Сход происходил, в смысле вот садились. Сход проводили в сельских местах, мы сход проводили. Приезжали, люди сами садились, за нами вместе бегали. Выходили, спрашивали, в этом случае как? В этом случае как? Как поступить нам? А людей же волнует. Многие вопросы волнуют. Ну, конечно. Самый главный вопрос, который я сегодня говорил, это очень серьезный вопрос. Вот это все пришлось нам давать разъяснение в доступном языке, на казахском, на русском языке, давать разъяснение основной нормы. Во время обсуждения как раз было около 33 тысяч предложений. Тем не менее, в Конституцию внесли только больше 1100 поправок. То есть это как-то агрегировали просто-напросто? Эти все поправки мы направляли именно главе государства, через министерство юстиции. Уж там некоторые предложения противоречат друг другу уже. Поэтому какое-то должно быть основное предложение. Я думаю, все-таки это большую роль здесь, конечно, вместе с Абишем Назарбаевым, большую роль тогда сыграл, уже сейчас забывайте, фамилия Нагашвай Шайкена. Он был министром Мечуицы, одно время был вице-премьером. Он отвечал в составе рабочей группы, как председатель отвечал за это. Поэтому некоторые моменты, большую роль, конечно, здесь сыграли наши видные юристы, такие как Академик Зиманов, Академик недавно покойный, Сартаев. Вот эти люди, вот, скажем, Колпаков, министр Мечуицы, одно время был, если вы помните. Мухаммеджан, Мухаммеджанов был министром Мечуицы, большой роль сыграл. Малиновский, вот эти люди непосредственно активно участие принимали в разработке этой Конституции. Они потом были... Вот я знаю, есть такая история про то, что именно глава государства, находясь на отдыхе в июле, по-моему, или в июне, в принципе, не отдыхал в Анталии, в Турции, а на все дела работал как раз именно с заметками, с карандашом, со справочниками, со всеми. То есть как раз готовился к принятию Конституции. А что вот, вопрос возникает, что послужило, да, самое главное, да, почему мы пришли, к изменению этой Конституции еще, к тому же, к тому, что я сказал. Ну, вы знаете, что в рыночных условиях мы должны были расписать права, обязанности наших граждан. В Конституции 1930-го года было расплывчато, было написано это, права граждан, обязанности. Структура должна быть. Вот эта структура не была сохранена. Здесь более четко написано права до 40-й статьи, до полномочия президента. Все расписано права, обязанности гражданина. Ну, кстати, у нас сейчас в обществе хорошо знают свои права, но мало кто знает свои обязанности. Вот почему-то так вот получается. Ну, это человеку так проще. Проще так, понимаете. То есть он знает свои права, а обязанности ему должны рассказать. Лучше знать права, тогда теряется тот должностный лист, о котором начинаешь говорить. А об обязанностях уже иногда мы помалкиваем, об этом мало говорим. Хотя мы должны говорить не только о правах, но и об обязанностях. Вот как вы считаете, поправки в Конституцию должны вноситься общим референдумом, или это должно быть какой-то конституционный совет? Тут есть различные подходы. Есть, например, вот то, что последние наши события, которые происходят, да, у нас путем референдума. Российская Федерация недавно тоже путем референдума. Есть другие страны, например, где Конституционный совет возглавляет эту работу. Ну, на ваш взгляд, какой лучше будет? Я думаю, если исходить из этой позиции, то, конечно, более весомо, когда голосует народ. Более весомо. Ну, а более профессионально? Более профессионально, конечно, это узкий круг специалистов различных отраслей, людей, которые обладают каким-то, являются людьми с совестью наций. Люди, не подвержены каким-то сиюминутным каким-то благам. Понимаете? Я вот исхожу из этой позиции, например. Ну, у нас возможно такое? Или все-таки лучше народа? Я думаю, почему считаете, что это невозможно? Нет, я не считаю, я просто спрашиваю. Ну, я думаю, что это возможно, но сегодня, конечно, у нас не стоит вопрос. У нас стоит лишь о точных изменениях, предложениях Конституции нашей страны. Ну, вот с принятием Конституции, действующей в 95-м году, она уже с ней менялась, но вносились неоднократно поправки. То есть это 98-й год, 2007-й, 2011-й и 2018-й. Четыре раза, в принципе. Хорошо это или плохо? Вот очень много мнений. В первую очередь мы дали оценку деятельности нашего главы, первого президента нашей страны, лидера нации, Нарклутин Абич Назарбаева. Вы, молодые люди, можете не знать, но в 90-е годы авторитет Назарбаева был непоколебимый был. Даже вот сегодня я прочитал, он уже не является президентом нашей страны, он признан лидером Организации Объединенных Наций, чемпионом стал по нераспортированию ядерных оружий. Даже вот человек ушел с должности главы государства, Организация Объединенных Наций признает его. Времени мало, просто остается у нас хорошо или плохо, или это тот процесс, который в принципе обыденный, то есть то же самое как организм, как государство, Конституция также развивается со всем миром. То есть это как необходимость, данность или не стоит менять. Это же не догма, Конституция может выносить изменения, если сегодня требует время. Почему не выносить эти изменения? Я помню, когда первое время... То есть это неплохо, это однозначно. Это однозначно, это неплохо, это хорошо. Я помню, первое время мы выносили изменения, полномочия президента было, кажется, 7 лет. А потом сам же глава государства как-то говорил, не совсем прилично, во многих странах 5 лет. Может, ограничимся этим 5 годами? Внесли изменения, 5 лет. И таких полномочий очень много, которые связаны с ними. Связано, например, очень много связано с выборностью, было предложение было. Я думаю, вот сейчас в связи с тем, что шло перераспределение, или вот как вы сказали, делегирование полномочий, около 40 полномочий были делегированы правительству, парламенту. Это последняя поправка 2018 года. Да, поправки. Но это тоже жизнь диктовала этого. Поэтому мы выносили такие предложения. То есть это такой важный, нужный, даже необходимый процесс, то есть поправок внесения. Жизнь не стоит на одном месте, поэтому требуется изменение поправки, требуется внесение в конституцию. Очень коротко. Как по вашему мнению, будет ли у нас еще одна конституция или нет? Нет, конституции одной, другой конституции у нас не будет. То есть будем менять поправки? Мы будем менять в соответствии с нашим временем. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Основной закон в повседневной жизни играет роль гаранта всех прав и свобод гражданина. Обеспечивает все необходимые условия для его гармоничного развития. Знать свои права и уважать закон в нашем обществе должен каждый. Необходимо помнить, важно не просто знать свои права и обязанности, важно их соблюдать. Только тогда мы будем жить в правовом и справедливом государстве. На этом все. Увидимся.